Всем привет, девчонки! Сегодня не просто влог, необычное видео. Сегодня я решила вам рассказать о своих покупках из фикс прайса. Если вам эта тема интересна, тогда берите с собой чашечку чая, кофе. Давайте быстрее, я вас подожду. И да, у меня необычный фон. У меня кухонный фон. Какая-то зашарпанная дверь за моей спиной. Кусок стиральной машинки. И, кстати, вот эта вот штучка тоже из фикс прайса. Если вы правильно сняете вниз, то вы увидите эту распаковку. Ну что, вы готовы? Погнали! Ну что, приступим. У меня здесь выложены такие пакетики фикс прайс. Я думаю, вам они все знакомы. К сожалению, не было красочных пакетов, которые у них обычно всякие такие яркие, с кружочками. У меня есть фикс прайс. Ну, ничего. И такие пойдут. Ну, так что, моя первая рука освежите воздухо. Вот такая вот. Я его первый раз увидела. Честно, ни разу не видела в фикс прайсе. Здесь 100 миллилитров бесплатно. Ла-ла-ла-ла-ла. Написано «Морские минералы». А давайте пшикнем и узнаем, что за запах. Опа! Ой! Ммм! Ну, пахнет, кстати, очень прикольно. Ммм! Даже очень прикольно. Мне нравится. Не знаю, может быть, вам тоже понравится. Цены-цены. Цены, думаю, вы все понимаете. Я думаю, что это стоит рублей 55. Если честно, я не помню. И даже как-то не запоминала. У меня чек с собой, но... Ммм! Как вкусно пахнет! Боже! Это очень вкусно пахнет! Короче, девочки, если это увидите, купите себе. Я думаю, вам понравится. Ну, мне нравится, правда. Очень вкусно. Так бы и не ухала, и не ухала бы дальше. Ну и дальше. Вот такая вот штучка. Это губки для посуды. Я думаю, это все покупают в фикс прайсе. Стоила она 55 рублей. Это я точно помню. 10 штук плюс 2 в подарок. Но то же самое. Я не смотрела на все это тело. Я уже прихожу, беру то, что мне надо. И покупаю. Вот такие вот губки всяких разных цветов. Они прикольные. Я постоянно им пользуюсь. Мне нравится, что они большие. Их удобно взяла в ручку. И пошел наливать посудку. В общем, классная штука. Всегда ее покупаю. Также я купила вот такое вот мыло. Оно детское. Но купила я не для дочери. Я купила ее для мужа. Не потому, что он у меня маленький. И не потому, что он у меня худенький. А потому, что здесь довольно-таки так нормально кусков. 5 кусочков здесь мыло. А муж у меня после работы приходит и постоянно моет ручки милом именно кусковым. Жидкое мыло ему почему-то не особо нравится. В общем, взяла вот такое вот детское мыло с кремом. Прикольно. Прикольно. Не знаю, я тут еще запаху. А давайте откроем. А почему бы не открыть, да? Правильно? Давайте сейчас мы как-то его сейчас распакуем. Только как. Запаковали так запаковали. Мы сейчас его будем так... Без жалости мы его стерзаем. Ну, запах обычного мыла. Без всяких запахов. Просто запах мыла. Не знаю, как вам его объяснить. Но раз мы начали с детского мыла. И давайте уж продолжим с детским кремом. Этот крем я беру уже не первый раз. Мне он очень нравится. Он больше как не крем, он больше как молочко. Но он очень прикольный. Мне он нравится. Обалденный. Так что, девочки, если вы его увидите в магазинах, то покупайте. Его можно использовать даже для себя. После душа. Вот мне он прям... Ой. Я после душа выхожу и пользуюсь именно этим кремом. Прикольно. Как молочко. Ну и ребенка тоже я мажу этим кремом. Очень прикольно. Стоило оно 55 рублей. Это тоже я помню. Потому что беру не первый раз. Прикольный крем. Также я взяла вот такие вот колготки. Колготки беру уже не первый раз. Но с разными рисунками. Первый раз, по-моему, мама у меня купила для Аришки. Колготки это эти розовые с сердечками. Или кто там, бабочки. Не помню уже сейчас. Такой рисунок. Но прикольный. 99 рублей они стоили. Это я тоже помню. Взяла 3 года. Ну, вот эти розовые колготки тоже у нас 3 года. Но они прям по размеру Арины. Давайте их откроем. Мне очень понравилось то, что они вот здесь вот резинка. Внутри вот этого шла резинка. То есть, если они так, как у меня Арина коненькая, можно чуть-чуть надрезать. Вытащить резинку. Ну, как раньше, помните, мы делали. Завязать узелок. И будет резинка прикольный. Я, кстати, уже открыла. Видишь, этот шов не очень аккуратный. Но, знаете, за 99 рублей для дома ходить. И здесь почему-то на месте четверка. Может быть, я что-то не понимаю. Но четверка вроде бы это 4 года. А тут написано 3. И роз 98. Ну, не важно. В общем, мне понравились эти колготки. Да, понятно, что, скорее всего, это синтетика. Ну, мне они понравились по рисунку. Смотрите, какой рисунок. Это просто классный рисунок. Очень мне понравился рисунок. Очень красивый. Ну, эти похуже, скажу вам сразу. Уже вижу, эти колготки похуже, чем у Арины. Их колготки сейчас она носит. Видите, какие-то швы здесь непонятные. Ну, ладно. Для дома пойдут. Но мне нравится. Они 98, написан рост. Но мне кажется, они на наш рост. У нас 90. Они пойдут вам. Ножка, возможно, будет большая. А может быть и нет. В общем, колготки прикольные. Не могу их вам советовать. Потому что это синтетика. Это уже прям даже видно. Она вот плестит здесь. Не знаю, видно на камеру или нет. Но блестки такие прям присутствуют. Поэтому не буду вам их советовать. Потому что не все любят синтетику. Я, в принципе, тоже не особо люблю синтетику. Особенно для ребенка. Ну, постираю. Посмотрим, как будет. Для дома поносить нормально пойдет. Тем более, такая красота. Мне очень не нравится в расцветке. И следующая моя покупка. Давайте покажу вам вот это вот. Это мешки для мусора. Я думаю, их все покупали. Они 25 рублей. Одна штучка стоит. Мы все время берем по две. Мы как-то привыкли с подовременными нашей кошки муси. Использовать эти пакеты для мусиных дел. Я думаю, вы все поняли, для каких. Нам вот удобно для кошкиных штучек. Сюда вот выкидывают, собрала и пошел выкинуть. Как-то нам удобно. А наш мусор мы кидаем в обычные пакеты. Типа вот таких вот. Экспрайсовских. А вот кошачьи вот сюда. Да что ж ты падаешь? Да не падает. Кремок. Вот такие вот дела. Короче, две штучки. Что на них обострять внимание. Прикольные штучки. Дальше. Мы очень долго это ждали. И наконец-то это появилось. Мы взяли вот такие вот чехлы для машины. На сиденье на заднее. Что ребеночек ножками пинал. У нас Арина очень часто ножками пинает. Часто очень пачкается сиденье. Не знаю, как это все выглядит. Ну, в общем, мы взяли. Мы давно это ждали. Мы давно это хотели купить. И сейчас нам это не попадалось в фикс-прайсе. Потому что фикс-прайсе это стоит 50 рублей. Да. Именно 50 рублей. Не 55, а 50. А в обычных магазинах это стоит намного дороже. В общем, такая вот штучка прикольная. И тут резинка. Да. Какая-то она маленькая, хочу сказать. Мне кажется, сиденье больше. Ну, не знаю. Здесь уже не резинка, а вот такой вот материал. Я думаю, девочки поняли, что это за материал. Я хоть и шуя, но я не знаю, что это за материал. Парники таким вот такой штучкой накрывают. И вот такая вот защёлочка. В общем, рассказывать я не умею. Про покупки, но я думаю, вы все поняли, про что я имею в виду. Ну, нормальная штука, пойдёт. Также, раз уж мы начали говорить о детских игрушечках, вот такую вот штучку мы купили. Это руль. Если честно, когда мы приходим в гости к бабушке, и там Никита, у него руль тоже из фикс-крайса, но он круглый полностью. Я взяла Арине такой же, так как Арине нравится этот руль. Но он, видите, какой такой неполный, не круглый. Ну, прикольный. Арина его уже, естественно, открыла. Уже с ним поиграла, понажимала кнопочки. Уже мы вставили батареечки сюда. Две пачки батарейки сюда входит. Всякие кнопочки. Единственное, обязательно поворот, но в одной кнопке сразу два срабатывает. Тут тоже самое. Колиция и что-то еще. И пикалка. Ну, в общем, все кнопки работают. Тут еще вот не гайд эта штучка. Ну, нормально, 99 рублей стоит для ребенка поиграться на один раз. Особенно Шарина играет не особо часто в игрушке. Ну, ей нравится. Так, замолчи уже. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Также я уже не первый раз покупаю вот такую вот зубную пасту. Сплат детскую для всех возрастов. Очень прикольная. Почему покупает фикс прайс? Вы можете сказать, зачем для ребенка покупать зубную пасту в фикс прайсе. Точно-точно такая же паста продается в магазине Кораблик. И стоит она там намного дороже. А в фикс прайсе она стоит 99 рублей. Или 55. Честно, не помню. Но, в общем, она дешевле, чем в Кораблике. Убрала уже разные вкусы, но брала в Кораблике. В фикс прайсе взяла только второй раз. Никаких нареканий к этой пасте нет. Мне нравится. Взяла вот такую вот с фруктами. Убрали вишню, брала мороженку. Вот взяла вот такую вот пасту. Она вся закрыта. Будем даже показать. Видите, все тут нормально. В общем, зачем переплачивать, если то же самое. Если вы тоже пролистнете видео чуть вниз, то вы увидите, где я распаковываю эти же упаковки. Все то же самое. Даже мы с вами сверяли вот этот код. Все то же самое. И чем не отличается от корабликовских паст. Также я купила вот такие палочки ушные. 400 штук. Я их не использую в этом пакете. Я их пересыпаю в круглую упаковку пластмассовую. Неудобнее как-то мне брать. Ими я чищу уши. Хотя не рекомендую такими палочками чистить уши. Говорят, что они наоборот забивают. Ну, я как-то уже привыкла. Я ими пользуюсь. Мне нравится. И также я ими смываю лишнюю косметику на лице. Очень удобно. В общем, по-моему, тоже 55 рублей они стоили. Еще я взяла вот такую вот маску-бальзам. Два в одном, укрепляющую. Никогда не брала. И вообще первый раз ее заметила. Не помню цену. Наверное, рубля 99. Не знаю. Первый раз. Ой, я думала, она здесь будет с какой-то этой штучкой. Ничего нету. Пахнет кремом. Обычным. Ну, не скажу, что он приятный запах. Ну, и не скажу, что не приятный запах. Какой-то такой крем. Кремом пахнет. Дешевым кремом пахнет. Не знаю. Как, что, но думаю, что эффекта никакого не будет. В экспрессе ни разу не брала, но думаю, что эффекта не будет. Ну, посмотрим. Не буду ничего утверждать, но почему-то, мне кажется, результат будет новый. Вот такая вот масочка. Еще взяла вот такой вот бальзам для волос. Вообще, я не беру бальзама для волос, так же, как и маски для волос. Вообще, для волос стараюсь ничего не брать. Это очень в редких случаях я беру что-то для волос в фикс прайсе. Но вот в этот раз взяла, потому что уж пришли, поэтому взяла вот такой вот бальзамчик. Ой, не знаю, какой он. Хороший, нехороший, ничего не могу сказать. Ммм, по запаху очень вкусный, очень приятно пахнет. Прям очень приятно пахнет. Ой, не знаю. В общем, 500 мл. Не знаю, взяла его, попробовать посмотрим. Такой он вроде бы кремовый, не жидкий. Обычно в фикс прайсе такие они жидкие. Из-за этого я и не беру. А этот вроде такой крем. Такой жиденький крем. Ну, крем. Это радует. Так, вот такая вот покупочка еще бальзамная. Также взяла вот такую шампунь. Первый раз эту шампунь я увидела в фикс прайсе. Но мне захотелось ее взять. Такая вот прикольная. Покупка выглядит как будто из дорогих. Запах тоже прям персика чувствуется. Запах. Прям очень вкусно пахнет. Боже, это очень вкусно пахнет. В общем, такая вот шампунька. Не знаю, насколько она хороша. Тоже первый раз беру. Раз уж зашли, взяла. Еще раз повторяюсь, ни разу не брала вот эту шампунь. Ну, посмотрим. Кстати, в фикс прайсе первый раз заметила, что стали продаваться за 199 рублей. Никогда я этого не видела. Вообще, фикс прайс это же фиксированная цена, насколько я понимаю. Мы отвыкли от 35 рублей, потом мы привыкли к 50 рублей, потом к 55, потом к 99. Но теперь 199. Да нафиг оно мне надо? Не знаю, это мое мнение. А ваше какое? Пишите в комментариях. Еще взяла вот такой вот отбеливатель. Тоже первый раз беру. Не знаю. Сколько здесь стоит? 600 грамм всего лишь. Не знаю. Не знаю, не знаю. Мне просто нужно кое-что отбелить. Там что, тоже нет защиты никакой? Там нет никакой защиты. Все это сыпется просто. Ай, в общем, это все сыпется. Я не буду открывать. Блин, я думала, там какое-то... Ой, сыпется, сыпется. В общем, не знаю. Мне уже это не нравится. Ну, посмотрим. Написано, можно и в машинке тирать, и руками. Для белого белья. Посмотрим, посмотрим. Также взяла я кондиционер для белья. Вот такой. Ленор. Ну, что о нем говорить? Я думаю, все о нем знают. Запах очень прикольный. Специально беру детский. Потому что как-то детские ароматы мне больше нравятся, чем всякие взрослые, там, всякие морские свежести и все дела. Ну, почему-то детские нравятся. Фикс-прайсовские, они почему-то все жидкие. Может быть, потому что они дешевые, не знаю. Ну, 99 рублей это стоило. Можно было бы взять за 55 рублей. Ну, я взяла вот такой за 99, потому что мы уже проверены и постоянно его берем. Также я взяла вот такое вот средство для ванны. Я им мою не только ванну, я им мою и туалет. Мне он тоже очень нравится. Ну, его очень многие уже рекламировали из блогеров. Вот. Так что о нем говорить много не буду. Такая вот штучка очень классная. Еще одна моя покупка. Это туалетная бумага. Ну, прикольная туалетная бумага. Четыре рулончика двухслойная. Пойдет. Фопа, как говорится, не выбирает. И последняя моя покупка. Я вообще первый раз ее увидела. Это вот такая вот бутылочка для воды с трубочкой. Плюс еще и на веревочке. 99 рублей. Это, по-моему, единственная покупка, где написано цена и всей моей кучей из двух пакетов. 99 рублей. Я ее взяла для дочери. Потому что я хочу ее отучать уже, наконец-то, от бутылки. Я уже не знаю, какую ее отучить. Она пьет у нас из стакана, но она обливается вся этим стаканом. В общем, взяла вот такую штуку. Она с трубочкой. Она откручивается. Смотрите, какая трубочка хорошая. Бутылочка. Снимаем эту штучку. Ой, па. И здесь у нас есть веревочка, которая цепляется вот сюда. В общем, очень классная штучка. Можно ее брать с собой. А почему вот эта вот так сгибается? Она так должна сгибаться? Смотрите. А как же закрывать? Куда нельзя просыпать дальше? Эть! Эть! Ой! А что там? Она так разве должна? Так, стопэ. Сейчас мы разберемся вместе с вами, так сказать, эксперимент. Так. Ну, видимо, так и должна сгибаться. Посмотрите, она еще и сломалась. Так. А, нет, она так и должна. Подождите, а как же ее закрыть теперь? Я ее там... Да что такое? Я ее там не проверила. Теперь думаю, почему? Почему я ее не проверила? Да ничего. Ничего. Короче, что это такое? В общем, это только прикольная. Сама идея прикольная. Почему она не закрывается? Сейчас мы ее закрываем. Так, посмотрите, она не вбирается, потому что она закрывается. Так. Ее-ка. И разозлилась. Так, так это все было дело. Ну, как же и было, ничего, но это не делилось, правильно? У меня все все натянули. Так, спокойно. Так. О! Поняла. Короче, нужно вот сюда вот нажать и закрыть. Попробуем еще раз. Так. И вот так. Опа! А я тянула вот за эту. Короче, вот так нажал и все закрылось. Мне еще тут понравилось, что тут написано, сколько водички я наливаю. В общем, вот такая вот штучка прикольная. Прикольная. Помучилась полдня. И теперь прикольная. Ну, и вся наша вот эта вот куча получилась на 1189 рублей. Вроде бы не особо большой чек, а два пакета. Ну, вот и все мои покупочки из FixPrice. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, комментируйте. Ну, а на этом все. Пока-пока.